Нам сложно попасть, но если попал, то весело. У нас есть большая разница здесь, и у нас Париж, даже Марсей, любой город из Франции, а у нас больше есть фитфуд, как наш формат, да, маленький француз. Обычные бездрыжевые блины невероятно вкусные. Чтобы сделать свое место в России, именно блинчики не были так просто, потому что бабушки в России умеют очень хорошо готовить блинчики. И всегда нам говорили, что это наш, наш, блин, это наш, креп, это наш. Дрожжевые блины будут пышнее, они будут чуть-чуть покислее, и в целом они будут чуть-чуть повкуснее. Русский блин не маленький, но потолстый, да, а у нас потоненький, совсем тоненький. А блины должны быть горой, их должно быть много, это первое, ключевое. Чтобы сделать блины более здоровыми, можно использовать заменители муки, поменять обычную муку высшего сорта на цельнозерновую муку, или разбавить ее ореховой мукой, или отрубями. И у нас есть тоже вот грешневая мука из Франции, без глютена, 100% органика, без молока. И вот это у вас нигде в России, нигде, все это наши, бретонский галец. Второе, должны быть самые вкусные начинки, это сметана и икра. Все, больше для меня лично и для моих коллег не существует других. Икра должна звучать, и когда ты ее перемешиваешь, она должна издавать характерный звук. Мы кушаем сфонсульский соленый карамель, мы кушаем, как фрукт, любой фрукт у нас, на сладкий, например, варенья, как бы. Джемы – это все полумера. Ну, в блинах нужна мера. Блины никогда не навредят здоровому человеку. В здоровых семьях от детей конфеты никто не прячет. Для здорового человека любой вид начинки не представляет из себя никакого вреда. И потом в салоне у нас тоже бешамель ходит иногда. Бешамель, сыр, бешамель и ветчина. Блины комбинируются всегда с водкой, с хорошей, правильной, охлажденной русской водкой. Берем жирно вот всю вот эту вот историю, которую я сюда положил, закручиваем все это в блинец, берем водочку.